Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки, 19 глава, 23 стих, и книга «Исход», 22 глава, 25 стих, мы зададимся вопросом, а что нам известно о ростовщичестве. Сначала прочитаем текст из Евангелия от Луки, 19 глава, 23 стих. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» Это одна из притч Иисуса Христа, где хозяин богатств, который символизирует собой Бога, он сурово разговаривает с неким человеком, который никак не приумножил те богатства, которые он давал ему на время, не отдал серебра в оборот, то есть в рост, чтобы хозяин, придя, получил его с прибылью, то есть с некими процентами. И еще заповедь Божия, книга «Исход», 22 глава, 25 стих. «Если даешь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». То есть нельзя давать деньги под проценты. Надо сказать, что очень серьезно этот вопрос изучался в Западной Европе, когда появились ростовщики, причем ростовщичеством было запрещено заниматься христианам. Этим чаще занимались люди еврейской национальности, сам закон Божий, он разрешает давать в рост деньги инородцу. А так как все европейцы были инородцами для иудеев, то те смело, как бы не нарушая закона Божия, давали деньги в рост. Но появились потом и христиане. Насколько я помню, в Венеции, во Франции, в Париже тоже появлялись такие люди из числа неблагородных, но богатых людей. И средневековые богословы, они обсуждали этот вопрос на очень высоком богословском уровне. И те выводы, к которым они пришли, они представляют для нас интерес. Брать ростовщический процент за данные взаймы деньги несправедливо само по себе, «Поскольку это означает продавать то, чего не существует». Что со своей стороны приводит к неравенству, которое противно правосудности и обесценивает производительный и созидательный труд. Вот к такому выводу пришли западноевропейские богословы, потому что действительно человек брал одну сумму, но возвращать он должен был другую, которая закладывалась при подписании некой кабалы. И человек попадал в зависимость. То есть ему вместе с этими деньгами как бы продавали не только обязанность вернуть то, что он взял, но и нечто сверх этого. То, что не является результатом созидательного труда. В чем тут опасность? Опасность заключается в том, что обесценивается производительный труд. Все богатства общества, реальные богатства общества, они создаются потом и кровью трудящихся людей. Их усердием, их желанием помогать ближним. И созидательный труд оказывается в таком положении, что те, которые продают то, чего не существует, то есть имеют доход с процентов, их бизнес становится и представляется более удачным, чем нежели бизнес тех, которые работают и действительно созидают подлинное богатство общества. И западные богословы, они имели серьезное рассуждение, чтобы прояснить это положение, настаивали они. Нам надлежит вспомнить, что есть некоторые вещи, использование которых состоит в их употреблении. Так мы потребляем вино, когда используем его для питья, и потребляем пшеницу, когда используем ее для еды. Поэтому, когда речь идет о такого рода вещах, использование вещи не должно рассматриваться в отрыве от самой вещи. И тот, кто представляет возможность пользоваться такой вещью, предоставляет саму эту вещь. Следовательно, предоставление такого рода вещи означает передачу собственности. А деньги, что значит деньги? Деньги выступают как удобный посредник между товаром и товаром. Поэтому, рассуждают средневековые богословы, если бы человек продавал вино отдельно от права пользования вина, то значит он либо продавал бы одну и ту же вещь дважды, либо же продавал бы то, чего не существует. Откуда понятно, что он совершал бы грех кражи и обмана. И точно так же было бы неправосудным предоставлять вино или пшеницу за двоякую плату. Как будто дан не такой-то литр вина, а вот еще дополнительно то, что не существует. Не такой объем пшеницы, а и дополнительно то, что не существует. То есть это берется из воздуха за цену использования, которое и называется ростовщическим процентом. То есть мы оплачиваем все эти вещи для использования их в своих каких-то нуждах, целях, но нам приходится платить и за то, что никогда мы не будем использовать. Сторонники ростовщичества, они нам скажут, деньги даются в рост для того, чтобы вы совершали бизнес, оборот денег, из которых вы должны получать другие деньги. Но так поступают ростовщики. Для них это в порядке вещей. Для христиан, кстати, для мусульман и для самих иудеев, в их взаимоотношении с другими иудеями, это считается недопустимо, грабеж и воровство. Самая серьезная опасность, что происходит обесценивание производительного и созидательного труда. Смотрите, что писал святитель Григорий Низкий. Это его работа, она так и называется «Против ростовщиков». Праздно и своекорыстно жизнь лихоимца, то есть того, кто берет сверхмеры. Не знает он труда земледелия, не искусства торговли, но сидит на одном месте, кормя у очага животных, то есть страсти какие-то. Он хочет, чтобы для него все росло без посева и без пахания. Плуг у него, перо, которым он пишет, поле – бумага, семя – чернила, дожди – время, незаметно возвращающие ему плоды, произвращение денег. Вот его урожай. Серб у него – взыскание денег. Гумно – дом, в который он все тащит, в котором, вымолачивая имущество угнетенных, на все принадлежащее другим смотрит, как на свое. Желаешь людям нужды и несчастья, чтобы по неволе шли к нему, к тебе, ненавидят тех, коим достаточно своего, и ты почитаешь врагами, кто не в долгу у тебя, часто сидит близ судилища, чтобы найти теснимого взыскиваемыми долгами и следует за судебными приставами, как коршун за лагерем и войском, носит с собой кошелек и показывает теснимым крайность, охотничью приманку, как бы, чтобы от нужды, развершие на нее пасть, поглотили вместе с нею и крючок лихвы. Каждый день считает прибыль и жадно всего не насыщается. Жалеет о золоте, которое хранит дома, зачем оно лежит праздно без дела, подражает земледельцам, которые от кучи зерен непрестанно требуют семян, не дают покоя жалкому золоту, но переводят его из рук в руки. Поэтому видишь богатого и денежного человека, часто не имеющим в доме и одной монеты, но в расписках у него надежды, в обязательствах состояния. Ничего он не имеет и всем владеет. Он поступает в жизни противоположно апостольскому предписанию. Все дает требующим, но не по человеколюбивому расположению к ним, а ради сребролюбия через лихву. Ибо терпишь временную нищету, чтобы золото, как пущенный на заработки, трудолюбивый раб возвратилось с прибылью. Видишь, как надежда на будущее делает пустым его дом и великого богача делает временным бедняком. Какая же причина сего? Расписка на бумаге. Обязательство, стесненного бедою. Отдам с лихвой, заплачу с прирошением. И он этим пользуется. Конец цитаты. Мы видим, как решительно отец церкви восстает против такого бизнеса, который делается, по сути дела, из воздуха. Но деньги, на чем настаивали еще древние греки, были изобретены прежде всего ради обмена. До этого существовал натуральный обмен, когда одну вещь меняли на другую. Но это затруднительно, не всегда удобно. Получается так, главным и надлежащим использованием денег является их потребление или отчуждение, посредством которого они участвуют в обмене и не более того. Получается, что по самой их природе брать плату за использование предоставленных денег получается так. Каковая плата известна как ростовщический процент, это что-то незаконное. Подобно тому, как человек обязан воздавать за другие неправедно приобретенные блага, точно так же он обязан возвращать те деньги, которые он получил за ростовщичество, как добытые обманным путем. Вот такое решение принимали древние богословы. Как за украденную вещь ты обязан был возвращать в четверо в некоторых случаях, так и процент, который делается из денег, то есть продаются как бы деньги, а на значениях существует как посредник между богатством и богатством, товаром и товаром, и не более того. Это преступный, конечно, очень преступный такой момент, когда люди скатываются до такого греха. В Псалтире 14.5 сказано, «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». То есть тот, кто не занимается растопщичеством и тот, кто не берет взятки, поступающий так не поколеблется вовек. Климент Александрийский в своих строматах писал, «Закон запрещает брату давать деньги под проценты брату. Братом называется не только родившийся от одних и тех же родителей, но и принадлежащий к одному и тому же роду, имеющего одни и те же традиции, причастника одного и того же слова логоса Христа. Закон не считает правильным брать проценты сверх, но давать щедрую рукою и с благими мыслями нуждающимся, ибо Бог является творцом этого доброго намерения. Щедрый же человек уже получает значительные проценты, особо ценимые людьми, хорошее отношение, почтительность, уважение, доброе имя и славу. А ростовщик готов опозорить свое имя, свой род таким неприличным занятием. И смотрите, в противоположность ростовщичеству Христос говорит, «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 40-41 стих. Василий Великий, архиепископ Кесарийский, это его гамилия о милости и суде, он писал, «Осуждаемым от Бога оказывается и тот, кто бедному не отдает назад заклада». Заклад – это когда что-то берется до определенного времени. Тут ситуация немножко получше, с ростовщичеством. «Осужденным от Бога оказывается и тот, кто бедному не отдает назад заклада. На такого человека изрекается угроза». Сказано, «Когда возопиет ко мне, не получивший назад своего заклада, я, то есть Господь, услышу его, ибо я милосерд». Что значит «я милосерд»? Я милосерд, а такое действие не отдавать заклада, тем более что-то давать под проценты, противоположно милосердию. Опасно также и преступно было сжать оставшиеся после первой жатвы, вторично обирая виноград и маслины, потому что надлежало оставлять это бедным. Если же предписывалось это жившим под законом, это закон АПА, ПА – это по-еврейски край, край поля, когда жинали урожай, край поля не жинали, оставляли. Ну и сам урожай, когда жинали, нельзя было подчистую жинать, надо было оставлять для нуждающихся и своего народа, и для пришельцев, не своего народа. И Василий Кисарийский тут как бы сопоставляет, если же предписывалось это жившим под законом, то есть Ветхим Заветом, то что скажем о живущих во Христе? Господь говорит им, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Превзойти это значит достигнуть этого уровня и пойти дальше, выше. Эти книжники фарисеи со своих братьев и сестер по вере никогда не брали проценты. Они всегда возвращали залог. Книга Сирахова Иисуса сына Сирахова 29 глава 10 по 16 стих. Многие по причине такого лукавства уклоняются отсюда, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Но к бедному ты будь снисходителен и милостынею ему немедли. Ради заповеди помоги бедному и в нужде его, не отпускай его ни с чем. Трать серебро для брата и друга и не давай ему заржаветь под камнем на погибель. Располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего и оно принесет тебе более пользы, нежели золото. «Заключи в колдовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья. Лучше крепкого щита и твердого копья она, милость, защитит тебя от врага». Сейчас мы живем в такое время, когда очень многие люди, они очень быстро теряют то, что имеют. И, конечно, у них остается сожаление, если при всем при этом они еще неправильно распоряжались всем этим. И Бог способствует этим их утратам, потому что они не поняли, что это богатство, которое они имели, это было поручение от Господа. Кем считают нас эти банкиры- ростовщики? Я уже вам сказал, что по еврейским законам разрешено это и Божий закон давать под проценты кому? Инородцу. Давайте прочитаем, где это сказано. Второзаконие 23 глава 19-20 стих. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост. И наземцу отдай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». А почему можно давать в рост инородцу? А инородец воспринимается как потенциальный возможный агрессор, который может напасть на твою страну. И что же получается? Те, которые нам дают, они считают нас своими потенциальными врагами. Иначе мы по закону Бога, по закону Торы, они не должны были бы давать. И если считая нас своими потенциальными врагами, они нам дают что-то под проценты, неужели вы думаете, что они при этом заинтересованы, чтобы ваш бизнес состоялся? Нет. Они заинтересованы в том, чтобы вы не смогли бы вовремя отдать сумму вместе с процентами, тогда они устроят против вас судилище, разорят вас и заработают еще значительно больше сверх того, что хотели заработать только с процентов. И кто-то, кто сейчас все это слушает, может задаться вопросом, а деньги иногда все-таки нужны. Неужели нету какой-то банковской системы, которая бы существовала без процентов? Да, есть. Есть мусульманские банки, которые работают для мусульман, есть иудейские банки, которые работают для иудеев, я правда не знаю ни одного христианского банка, который бы работал для христиан. В каком смысле банк работает для человека. Например, человек живет в исламской стране или в иудейской стране или возникнет христианская страна. Дай Бог. И вот человеку нужны деньги, например, на постройку дома. Он приходит в этот банк и говорит, вот эта фотография этого дома, вот адрес, ваши оценщики могут съездить посмотреть оценщики от банка. Я хочу купить этот дом для своей семьи. Представители банка говорят, какую сумму вы готовы заплатить за этот дом, включая наш банковский интерес. Человек говорит, я могу заплатить вот эту сумму представители банка говорят, мы должны увидеть этот дом, оценить, поговорить с хозяевами, может быть, предложение будет немножко другое. Они встречаются через какое-то время, представители банка встречались с хозяином дома и определились с ценой. И они говорят человеку, единоверцу, который хочет занять дом. мы убедили хозяина дома, что вот он продает дом. Мы будем иметь свои доходы, они могут их не называть при этом, могут не называть при этом, но если это вас устраивает, вы выплачиваете вот именно ту сумму, которую вы назвали возможной для вас заплатить за этот дом. И такие банки существуют. И человек не оказывается в банковской кабале, ему не надо все время брать займы, чтобы оплачивать проценты, работать на какой-то воздух. Он знает, что вот эту сумму он может вернуть. И он старается это делать, никакие проценты, никакого роста долга нету, все расписано. Он договаривается с банком, как с единоверцами, мне бы вот на такое время, или на такое время, банк, который заинтересован, чтобы такие сделки заключали у него, может пойти ему навстречу. Скажут, давайте вместо года, мы вам дадим два года, или десять лет, будете возвращать этот долг. Такая система работает. Святитель Григорий Низкий в этом же слове о ростовщичестве, оно называется «Против ростовщиков», он пишет, «По бедности он молит тебя и сидит у дверей твоих». В этом слове Григорий Низкий как бы хочет устыдить этого ростовщика. «По недостатку прибегает к тебе богачу, чтобы ты был для него помощником в нужде. Ты же делаешь противное, из союзника становишься неприятелем, ибо не содействуешь ему, чтобы он и от надлежащей нужды освободился и возвратил тебе данные взаймы, но умножаешь несчастье угнетенного горем, раздеваешь нагого, еще более язвишь уязвленного к заботам, прибавляешь заботы к печали к печали». Церковные каноны о ростовщичестве они очень строгие. Церковное право накладывает каноническое прещение за занятие ростовщичеством клириков, например, 44-е апостольское правило, 17-е правило Первого Вселенского собора, 10-е правило Шестого Вселенского собора, 4-е правило Ладыкийского собора, 5-е правило Карфагенского собора, в некоторых случаях это относится к мирянам. В общем виде этот канонический запрет звучит так «Епископ или пресвитер или диакон лихвы, требующие от должников или да пристанет или да будет извержен». Это 44-е апостольское правило. В этом правиле перечисляется только три степени священства, но уже 17-е правило Первого Вселенского собора расширяет круг лиц, которым запрещено ростовщичество до всех причисленных к лиру. Причем согласно 138-му правилу Намаканона при Большом Требнике ростовщичество запрещается также и монахам. Пятое правило Карфагенского собора гласит «Подобает удерживайте похоть любостяжания, которое никто не усумнится на речи матерью всех зол, никому из клира отнюдь да не позволено будет брать рост от какой бы то ни было вещи, что укоризненно в Мирианах карфагенский собор переносит запрет на Мириан заниматься ростовщичеством, то кольми паче достойно осуждению принадлежащих к лиру». Это пятое правило карфагенского собора. В прошлый раз, когда мы с вами беседовали немножко на другую тему, я обозначил сегодняшнюю беседу таким рассуждением. мы постараемся выяснить, что запрещается давать деньги в рост или брать деньги под проценты. И что считается хуже? Хуже считается давать деньги в рост. Если человек по нужде, по крайней необходимости берет под проценты, это не считается таким тяжким грехом, грех налагается на того, кто дает ему под проценты. Но вольно или нет, такой добрый христианин, оказавшийся в нужде, работает на что? На обесценивание созидательного труда, то есть того труда, которым он и занимается. Итак, друзья, мы сегодня рассмотрели один из сложных дискуссионных вопросов о ростовщичестве. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров